Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые товарищи! Я Константинова Ольга Ивановна, заведующая библиотекой Дома офицеров Каспийской флотилии. Предлагаю вашему вниманию поэтическую гостиную «Час мужества пробил». 80 лет назад, 8 марта 1942 года, в «Правде» опубликовано стихотворение Анны Ахматовой «Мужество». Война застала Ахматову в Ленинграде. 6 сентября 1941 года произошла первая массированная бомбежка Ленинграда, в результате которой сгорели бадаевские продовольственные склады. В осторожденном городе начался голод. Вместе с соседями она рыла щели в Щереметицком саду, дежурила у ворот фонтанного дома, красила огнеупорной известью балки на чердаке дворца. Впечатления первых дней войны и блокады отразились в стихотворениях первой дальнобойной в Ленинграде «Птицы смерти в зените стоят». 28 сентября по решению властей Ахматову эвакуировали из-за дистрофических отеков. Сначала в Москву, затем в Чистополь. Оттуда с семьей Чуковского через Казань в Ташкент. В мае 1943 вышел ташкентский сборник стихотворений Ахматовой «Моя азиатка». В стихотворении Ахматовой «Мужество» было напечатано в правде и затем многократно перепечатывалось, став символом сопротивления и бесстрашия. В 1943 году Ахматова получила медаль за оборону Ленинграда. Стихи Ахматовой военного периода лишены картин фронтового героизма, написанные от лица женщины, оставшейся в тылу. Сострадание, великая скорбь сочетались в них с призывом к мужеству, гражданской нотой. Боль переплавлялась в силу. «Было бы странно назвать Ахматову военным поэтом», – писал Борис Пастернак. Но преобладание грозовых начал в атмосфере века сообщило ее творчеству налет гражданской значительности. Стихи, написанные во время Великой Отечественной войны, свидетельствовали о способности поэта не отделять переживания личной трагедии от понимания катастрофичности самой истории. Жестокий, дисгармонический мир врывается в поэзию Ахматовой и диктует новые темы и новую поэтику. Память истории и память культуры, судьба поколения, рассмотренная в исторической ретроспективе. Скрещивающиеся, разновременные повествовательные планы, чужое слово уходит в глубины подтекста. История переломляется сквозь вечные образы мировой культуры, библейские и евангельские мотивы. Многозначительная недосказанность становится одним из художественных принципов позднего творчества Ахматовой. В годы войны Ахматова не хотела уезжать из Ленинграда и, будучи эвакуированной и живя затем в Ташкенте, она не переставала думать и писать о покинутом городе. В ее стихах и материнские слезы, и сострадания. Стихи Анны Ахматовой в военные годы полны сострадания судьбе страны и веры в ее будущее. Лирика Анны Ахматовой, чья жизнь была полна трагедий, наглядно передает нам ощущения того времени. Лирическая героиня-поэтесса – это и страстный патриот своей родины, и страдающая мать, и волевая женщина, сумевшая вынести на своих плечах невзгоды времени. История России в поэзии Анны Ахматовой – это прочувствованный рассказ смелой женщины, сумевший в годы всеобщего молчания сказать нелегкую правду о своей стране. Это стихотворение Анна Ахматова написала в феврале 1942 года, в напряженный период войны. Напечатано в «Правде» 8 мая того же года, под заголовком «Мужество». Стихотворение – манифест, клятва, призыв, как отозвались о нем критика и читатели. Необычная по форме и теме, в которой патриотизм просто, горячо и искренне раскрыт, как верность русской речи, русскому языку. Стихотворение произвело сильнейшее впечатление даже на власть, на ту самую власть, с которой не очень-то дружила Ахматова. А тут ей вдруг позволили опубликоваться даже в главной газете коммунистического режима. Не очень-то дружила талантливая поэтесса с режимом власти, потому что не горело желанием писать лишь исключительно то, что диктовали ей и другим литераторам идеологи коммунизма. Стихотворение мужества вечно. Идейно и тематически оно актуально и сегодня, в пору ничем не ограниченных свобод, не исключая и свободы, посягательств на культуру и чистоту нашего родного языка. Мужество. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Показать вы тебе насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случится с жизнью твоей. Субтитры создавал DimaTorzok Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки.